В России ежегодно пропадают около 180 тысяч человек. И Смоленская область не в числе территорий, которых не касается подобная трагедия. Вот уже более 10 лет в Смоленске существует добровольный поисково-спасательный отряд «Сальвар». А всего пару лет назад подразделение спасателей появилось и в Роствовле. Звонок в три часа ночи, выходные без отдыха, вместо покоя прочесывания территорий. Такими условиями сальваровцев не испугать. В любое время и при любой погоде они готовы ринуться на поиски попавших в беду людей и в городе, и в подчас враждебной природной зоне. И речь не о личной выгоде. Каждая спасённая, выведенная человеческая жизнь – это судьба и здоровье людей. Поэтому здесь никто статистки, мне кажется, вести не будет. Появился отряд из-за трагедии, произошедшей в 2011 году. Девочка, которой не исполнилось и двух лет, потерялась в лесу под Вязьмой. Поисковая группа тогда ехала из Москвы. Аналогов ей на территории области не было. К несчастью, малышку спасти не удалось. Зато появилась уверенность, что движение поисковиков в Смоленске обязано быть. Теперь сообщения о том, что кому-то потребовалась помощь, приходят не через СМИ, а напрямую. У нас есть специальная служба, люди, которые занимаются сбором информации, инфорги. То есть, поступает сигнал либо от органов милиции, полиции теперь, либо звонят родственники пропавших. И они начинают сбор информации, где пропал, кто пропал, полностью обобщают её и потом уже дают команду на поиск. Центр отряда базируется в Смоленске. Но теперь неравнодушные к чужому несчастью люди объединились и вокруг Рославля. Ведь время для поисковиков – главный враг. Чем быстрее они окажутся в зоне бедствия, тем выше шансы на спасение пропавших. Причём в рядах сальваровцев только добровольцы, люди различных профессий. Есть и десногорцы – инженеры, энергетики и врачи. Подвигло внутреннее желание помогать и быть нужным. Мы вечно кому-то помогали, спасали то застрявших на дороге, томовших в водохранилище. Поэтому на поиски пропавших людей шли уже с сознанием того, что нам нужно. Реакция и оперативная работа добровольцев помогли спасти тысячи жизней. Только за прошедший год к поисковикам региона за помощью обратились 304 раза. 60 пропавших детей и 244 взрослых. Живыми домой вернули 234 человека. Движение является исключительно добровольным и некоммерческим. Поддерживают и помогают отряду отзывчивые люди благотворительными взносами. Как раз сейчас для отряда идёт сбор средств на покупку автомобиля. Но чаще всего оборудование и необходимые для поиска вещи приобретают сами – за личные средства. Машину подготавливали сами, друзья помогали. И с покупкой, и с установкой. На машине всё ставят, лебёдка, и колёса, и свет дополнительный. Ростовский поисково-спасательный отряд «Сальвар» открыт для добровольцев старше 18 лет. Каждый из его участников верит – помочь спасти жизни может каждый. И не только на передовой, но и в тылу. Доставка членов отряда на место поиска, учёт и выдача технического оборудования и распространение листовок – тоже часть спасательной операции. Для активных поисковиков ежегодно проводятся учения, на которых преподают методики и принципы поисково-спасательных работ.